Рыбы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на октябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца? В конце расклада я возьму карту совета и посмотрим, что вам высшие силы вам советуют на протяжении всего месяца. И первая карта для вас в начале месяца показывает то, что семерка жезла, преодоление каких-то трудностей, какие-то ситуации, которые для вас было тяжело пройти. Здесь какие-то преграды уходят из вашей жизни. Может это быть через какой-то боли, через какие-то тяжести, которые вам было тяжело обрубить. Но то, что они уже в начале месяца уходят, то, что вы их преодолеваете, это однозначно. Давайте посмотрим, да, следующая карта, да, в начале месяца для вас рыбы. Знаете, почему вас уходит? Потому что у вас есть такой, знаете, баланс, который вы себя сейчас как-то правильно держите. Но самое главное, так как вы можете, как вы сможете себя держаться. Но, смотрите, если здесь шаг налево, шаг направо, здесь вы можете упасть в пропасти. Хочу сказать, для некоторых постарайтесь, да, даже если есть какие-то трудности именно по финансу, или с работой, или с каких-то вас, ну, в вашем бизнесе, да, постарайтесь вот именно начало месяца нигде, никуда не тратить во ваши финансы. Здесь нужно как-то правильно растратиться в начале месяца, да, с вашими финансами. Правильно, да, понимать, куда вам нужно и где не нужно, и лучше бы сохранить. Да, потому что здесь могут быть, ну, какие-то трудности, да, преграды в будущем. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта Паш Кубков. Паш Кубков говорит о том, что мужчина и женщина рыбы, да, вам дается возможности построить что-то. Но здесь как будто ваши легкомыслия, ваша как будто вот, ну, как правильно сказать, поддержка, потому что здесь как бы вы не берете, да, в ответственность, да, вы как будто себе думаете, ну, никакие, да, там трудности не будут, да, я все-таки пойду там, сделаю так, как нужно, и все будет хорошо. Нет, мои дорогие, будьте более контролированы в начале месяца. Может быть, это касается и в отношении, нужно правильно себя вести, и в работе, и по финансу для того, чтобы у вас не были эти трудности и преграды. Давайте посмотрим следующая карта, да, на середине месяца для вас Королева Мечей. Женщина, это ваша хладнокровность, это ваша целестремленность, это ваша, да, позиция, которую вы нужно поставить на что-то точку. Вы нужно, вам нужно правильно распределить, да, то, что касается, если с кем вы хотите общаться, на какой вы работе находитесь, кто ваши друзья и какие вы отношения хотите, да, и с кем вы хотите. Здесь просто нужно, мужчины, если это касается вашей женщины, почему-то показывать на середине, она может вам создавать какие-то трудности, она может вам создавать какие-то преграды, хотя у вас есть, может быть, желание начать чего-то новое, да, и вы стоите перед такого выбора, может, стоит или не стоит, но почему-то женщина, да, вам как условия ставит. Нет, не нужно, да, пока. И я бы сказала, да, все-таки прислушиваться к совету, да, такой женщины, если у вас будет, потому что здесь как будто вы-то хотите, но по-легкому, да, вот как-то начинать. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине – умеренность. Решение за тобой, за вами стоит. Это ваше внутреннее состояние, когда вы будете подумать, нужно это решение, да, нужно это идея воплощать в жизни, и не ли не нужно, но все зависит только от вас. За вас никто не сможет решать, за вами никто не сможет, да, побороться. Только вы, если у вас будет желание, если у вас будет стремление, если у вас будет четкая позиция на середине месяца. Давайте посмотрим следующая карта – пятерка мечей. А почему у вас есть такое переживание? Потому что вы как будто проходите какую-то ситуацию из прошлого, и у вас есть до сих пор вот это, когда стоите на страже в порядке, что опять повторятся те же ситуации, опять вот какая-то проблема. Но дайте себе возможность начать чего-то новое. Не держите, да, за своего прошлого, да, за свои какие-то прошлые испытания или какие-то прошлые, прожитые ваши какие-то моменты. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта – карта Король Пентакли. Мужчина, это ваша, может быть, позиция в конец месяца, да, что вы, как бы, может быть, это касается какой-то вашей прошлой женщины, да, которую вы, от которой, да, женщина поставила с вами точку, и вам это как-то трудно. Или это, может быть, женщина – это какой-то ваш мужчина, да, может, с кем вы не хотите общаться. Может быть, вы переживаете, что есть какой-то вот одинокий женщина, может, у вас есть новое знакомство, да, вот вначале, но почему-то вы стоите на каком-то балансе вообще, думаете, а может, он скрывает, что женат, а может, у меня тоже те же повторения отношений, которые были в прошлом, я переживаю и боюсь. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта, карта суда. Мужчина и женщина – рыба. Знаете, нужно в жизни всегда для того, чтобы начать чего-то новое, потерять всё и восстанавливаться заново. Сгореть до тла и возобновиться заново, как птица феникса. И по этой карте всегда говорю, рождаться заново, да, и как маленький ребёнок, да, начать сделать первые шаги. И так у вас, мои дорогие мужчины и женщины, вам уже под конец это нужно сделать, да, и не жить с прошлым. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, карта совета для вас, что вам высшие силы, вера в себя. Больше нужно доверять себе, больше нужно слушать себя, больше дать себе развиваться духовно и понимать, не всегда какие-то отношения идут к разрушению, да, и не всегда, если вы будете, да, подавлять свою волю, вы сами и будете страдать, как в прошлом. Поэтому, мои дорогие рыбы, даём себе возможности, новые знакомства, новые работы, новые какие-то моменты с людьми, но не живём, да, с прошлого, да, всё-таки стараемся работать на своего прошлого. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропустить новые видео, подписываемся на YouTube-канале.